Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советов уверенно победили в первой домашней игре года. Спасли все из Самары. Четверо медведей бросил дрессировщик на временной стоянке в гаражном массиве на 116-м километре. Сколько времени они прожили без присмотра еды, сейчас выясняют специалисты. Но уже при первичном осмотре зимовки животных стало ясно. Клетки не были огорожены забором, не очищались от навоза, то есть нарушались нормой безопасности и ухода за животными. О судьбе медведей история Сергея Кизоркина. Мишки в клетке в углу горановоза, миски пустые. Такую картину увидела Ангелина Глиневич в одном из гаражных массивов на 116-м, когда случайно шла мимо. Охрана рассказала, частный цирк Шапитов стал здесь на зимовку три месяца назад. В походных клетках, непригодных для постоянного проживания, четверо медведей. Трейлеры не были огорожены забором и доступ к клеткам был свободным. Выяснилось, что медведям отрех до 23 лет. У одного из них травма головы. Ему нужен ветврач. Чтобы помочь животным, Ангелина вместе с защитниками природы заручилась поддержкой городской администрации. Общий интерес – это безопасность местных жителей, здоровье и благополучие животных. А самое главное – это проявление гуманного и ответственного отношения к животным у всех граждан, позволит нам справиться с этой ситуацией и решить эту проблему. Хозяина медведей активистам удалось найти только через двое суток. Своими мишками следят, кормят и поют. Два раза питание, соответственно, поение, уборка, опилки – все это есть. Все в порядке и по документам, они все привиты и чипированы. Ко мне вопросов нет. После появления в соцсетях истории про брошенных медведей, клеткам с дикими животными потянулись караваны неравнодушных горожан. Привезли около двух центнеров фруктов и овощей. Никаких следов еды не было даже близко обнаружено. Когда привезли волонтеры еду, то звери достаточно жадно накинулись. И подходя человеку, они просто клетки выпрашивают. Клетки очень неухоженные, неубранные. Я сейчас общался с сотрудниками зоопарка, которые подтвердили, что клетки должны убираться каждый день. А здесь видно, что они убирались даже не месяц назад. Должны, наверное, с общей помощью администрации, с городом найти решение. Данных зверей, наверное, взять под контроль. Возможно, в идеале изъять. Я не знаю, то есть можно поместить в зоопарк. Это обычное содержание обычных животных в передвижных зоопарках, в передвижных цирках. Маленькие передвижные, такие, как называемые, транспортировочные клетки, в которых они, скорее всего, с самого детства живут. Но, к сожалению, так. Пока у нас в России будут передвижные цирки, передвижные зоопарки, животные будут в них жить в таких условиях. Ветеринарное состояние, вот, мне нравится нам этого животного. Должен действие предпринимать владелец. Как минимум, я думаю, если он не справляется с содержанием таких животных, это все-таки даже не собака и не кошка, то нужно как-то принимать меры по переводу их в более лучшие условия. Судьбу диких животных решала городская власть, департамент охоты и рыболовства области, ветеринары и представители зоопарка. Переговоры с владельцем медведей в итоге пришли к логическому завершению. Собственник, он сейчас проводит собеседование, беседы на предмет их дальнейшего устройства. Он сейчас проводит переговоры с нашим городским зоопарком, либо, в принципе, любая организация, которая может их содержать в достойных условиях. Цирк Шапито снова готовится к переезду. Со 116-го поближе к Самарскому зоопарку. Там за медведями будут ухаживать специалисты. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. 752 дольщика получили свои долгожданные квартиры. В этом году запланировано сдать эксплуатацию еще шесть зданий. Итоги работы департамента градостроительства Самара подвели на еженедельном совещании в мэрии. Подробности у Ларисы Шалафаст. Реконструкция заводского шоссе и строительство трамвайной линии до стадиона Самар-Арена. Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» и реконструкция четвертой очереди набережной. Только некоторые итоги работы департамента градостроительства за год. Особое внимание уделяли строительству нового жилья. По итогам года сдано больше 600 тысяч квадратных метров. В 2017-м при содействии департамента завершили строительство шести зданий. Квартиры получили 852 человека. В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще шесть домов. Также решается вопрос переселения людей из аварийного жилья. Завершен четвертый этап программы. Было приобретено 258 квартир для завершения четвертого этапа переселения. И, кроме того, департаментом также в установленные сроки были приобретены 140 квартир для предоставления детям-сиротам. Глава города Елена Лапушкина поручила особое внимание обратить на сообщения самарцев в социальных сетях. Например, на аварийное здание на проспекте Карла Маркса систематически поступают жалобы. Ранее уже было принято решение, что бесхозную постройку будут сносить. Вращений много. Мы по этому объекту заказали средства бюджетные. Вот сейчас их предусмотрели. Мы размещаем заказ на демонтаж. Также глава города поручила ускорить работу по 46-й школе, которую закрыли из-за аварийного состояния в начале учебного года. Проектная документация и результаты экспертизы должны быть готовы до начала осени. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Качественная медицина и высокие технологии. В шаговой доступности в Куршевском районе Самара открылся медицинский лучевой центр. Учреждение оборудовано новейшими томографами, последними разработками в области медицинской техники. С уникальными аппаратами знакомился Андрей Горгуленко. Заходить в эту комнату с техникой нельзя. Мощный магнит томографа работает постоянно. Это аппарат нового поколения. На нем установлена технология, позволяющая осмотреть все тело сразу, не меняя конфигурацию томографа. А напротив, в смежном кабинете, 16-срезовый компьютерный томограф. Он позволяет исследовать сосуды практически по всему телу. Управляются аппараты из одной пультовой, и врач сразу может изучать результаты двух диагностик. Разобраться с уникальной техникой врачам помогал специалист из Германии. После того, как оборудование было установлено, все врачи прошли аппликацию. Приезжал самый известный аппликатор, ведущий специалист, который нам помог установить все программы и обучил всех врачей. Эта медицинская роскошь теперь доступна жителям Куйбышевского района. Медицинский лучевой центр будет принимать местных пациентов, а также жителей Новокуйбышевска и Чапаевска. Мы находимся на территории Куйбышевского района, бус номер 10, достаточно серьезный стационар здесь представлен. И ранее пациентам приходилось либо на скорой, либо самостоятельно добираться в центр города. Могло занять 2-3 часа, а порой и после, и перед операцией пациенты в очень тяжелом состоянии, добраться им было сложно. Новый центр – это очередной отличный пример частного государственного партнерства. Только за зиму в Самарской области открылось несколько медицинских учреждений на основе такого сотрудничества, включая ПЭТ-центр в Тольятти и перинатальный центр «Мать и Дитя». Вы видите, что качество предоставления услуг здравоохранения возрастает. При этом, еще раз подчеркну, мы в рамках государственного частного партнерства практически не тратим на это бюджетные средства. Создаем условия развития бизнеса, обеспечиваем загрузку, и все это сказывается на благополучии, на здоровье людей в самом лучшем образе. Большая часть пациентов центра будут обслуживаться в рамках ОМС бесплатно. За день учреждения способны принимать до 20 человек. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Еще 700 миллионов рублей получат областные власти с федерального бюджета на строительство фронтинского моста. Об этом говорили на комитете по бюджету губернской думе. Напомню, возводить сооружение начали в ноябре 2015 года. В следующем году мост планируют открыть. Также на заседании обсудили ситуацию с красноармейским водопроводом. На его реконструкцию направят около 30 миллионов рублей. Еще 500 миллионов выделят на повышение зарплаты работников в бюджетной сфере. Изменения коснутся более 30 тысяч человек. Здесь две категории. Это та категория работников в социальной сфере. Средняя заработная плата, которая должна быть на уровне средней по региону. Это одна часть. И вторая часть, это примерно 30 и 40 тысяч человек, низкооплачиваемых работников. Заработная плата, которая будет доведена до показателей, утвержденных майскими указами президента. С учетом повышения минимальной оплаты труда. АвтоВАЗ готовится сократить экспорт в Европу. Что в чем причина, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В марте у рубля есть все шансы на стабильность и рост, прогнозируют экономисты. В плюс национальной валюте играет благоприятный международный фон. Курс валют на сегодня. Доллар 56 рублей 80 копеек, евро 70 рублей 52 копейки. Золото стоит 2433 рубля, серебро 30 рублей 35 копеек. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 88 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 58 копеек. Цены на нефть сегодня удерживаются на отметке выше 65 долларов за баррель. В России стало больше долларовых миллионеров. За год их число выросло на 28% и приближается к 40 тысячам человек. Держатели кредитных карт получат более полное представление о своей задолженности и доступных средствах. По новому закону кредиторы обязаны информировать заемщиков по СМС и электронной почте отдельно о задолженности и отдельно об остатке лимита кредитной карты. АвтоВАЗ может существенно сократить экспорт в Европу из-за новых экологических стандартов. Теоретически ввоз и эксплуатация машин не запрещены. Но их владельцы должны будут платить дополнительный налог за превышение выбросов углерода. На этом все. Удачи в делах! Сергей Борцов назначен в РИО руководителя департамента по делам молодежи администрации Самарской области. Раньше возглавлял Самарский дом молодежи. Напомню, Сергей Борцов месяц назад участвовал в конкурсе «Лидеры России», где оказался в числе финалистов. Владимир Путин лично встретился с победителями конкурса. Все 45 участников получили различные должности. Трое из них стали заместителями федеральных министров и трое – региональными министрами. В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег. Далее, коротко о других событиях дня. Самарская ракета-носитель СТ-Б успешно вывела на орбиту четыре европейских телекоммуникационных аппарата. Старт с космодрома Куру состоялся 9 марта, сообщает Роскосмос. Как отмечается, для союзов самарского производства этот запуск во французской Гвиане стал уже 18-м. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с поддельными документами. В Самаре на улице Фронза мужчина при виде патрульного экипажа неожиданно попытался скрыться. Стражи порядка остановили его, чтобы выяснить причину такого поведения. В ходе проверки документов сотрудники обнаружили подделку. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сегодня утром авария в Самаре парализовала движение трамваев. На пересечении Пензенской и Владимирской столкнулись Хёндай и Гранта. Пострадавших нет, но из-за того, что автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях, приостановилось движение общественного транспорта. Не могли продолжать движение трамвая номер 1, 16 и 23. Обстоятельства ДТП выясняются. В воскресенье вечером в аэропорту Курумыч совершил вынужденную посадку самолет рейса Москва-Бухара, на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана. Врачи предположили, что у гражданина Узбекистана случился приступ аппендицита и, возможно, перитонит. Мужчину везли в больницу в бессознательном состоянии. Самолет вылетел из Самары по своему маршруту в 19.15. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Праздник, который семья запомнит надолго. Семейная пара 8 марта решила пешком добраться из села Бестужевка в Сызрань. Причем выбрали путь по льду ночью. В итоге храбрецы заблудились по дороге и начали замерзать, после чего вызвали спасателей. Чтобы найти людей, тем понадобилось около часа. Все обошлось благополучно. Пару доставили в город. Директор театра «Современник» Игорь Попов заявил РИА Новости, что пока не принял никакого решения по ситуации на гастролях в Самаре. Цитата. Я пока не принял решение, но я разговаривал с людьми, смотрел видео и у меня сложилось мнение. То, что пишут, гораздо больше того, что было на самом деле. Конец цитаты. Напомню, в соцсетях появилась информация, что на гастролях театра «Современник» в Самаре на спектакле «Не становись чужим» актер Михаил Ефремов нецензурно выражался. Артиста обвинили в том, что он был пьяный и обматерил зрителей со сцены. Кто-то считает, что актер вел себя недопустимо, а кто-то встал на его защиту, уверяя, что нецензурная реакция Ефремова на просьбу говорить погромче была сделана в духе его персонажа и не имел ничего криминального. Педагог – самая важная и престижная профессия. В этом убеждены участники конкурса «Учитель года». Региональный этап завершен, лауреатов наградили, а имя победителя до последнего держалось в тайне. Кто поедет в Петербург, чтобы добиться звания «Учитель года России», узнал Артем Устинов. Традиции не мешают новаторству. Задача конкурса «Учитель года» – найти яркие, неординарные личности с творческим подходом к образованию. Всего их на сцену выйдет 21 со всей Самарской области. Среди них как начинающие, но уже ярко заявившие о себе педагоги, так и учителя с огромным опытом и стажем работы. Они не боятся ломать стереотипы, понимают – к современным школьникам нужно найти особый подход. А сейчас, мне кажется, учителя все направлены на то, чтобы ученики учились как-то по-другому. Для этого существуют современные новые технологии, потому что время идет вперед, учащиеся уже дети другие, оборудование другое, средства обучения другое, поэтому просто так учить по какому-то типу невозможно, иначе будет неинтересно ни мне, ни детям. Конкурс «Учитель года» проходит уже 28-й раз. Сначала на региональном этапе, потом на всероссийском. За последние несколько лет самарские педагоги четырежды входили в пятерку лучших в стране, а в 16-м году учителем Года России впервые стал самарец Сергей Кочерешко. В этот раз финалистов пятеро. Кто победил, не знает даже жюри. Интрига сохраняется до последнего. Наконец, имя победителя называют Екатерина Балькина, учитель информатики из образовательного центра «Южный город». Она получает из друга Дмитрия Азарова нагрудный знак «Учитель года» и главный приз – ключи от автомобиля. Это самый волнительный момент в моей жизни. Конкурс для меня – это уникальное пространство. Я его прочувствовала. Эту атмосферу высокого профессионализма. Дмитрий Игоревич и правительство Самарской области, спасибо за внимательное отношение к профессии учителя. Автомобиль уже ждет хозяина во дворе, готовый двинуться в путь. Пункт назначения – Санкт-Петербург. Именно там пройдет всероссийский этап конкурса. На нем Екатерина Балькина будет представлять Самарскую область и сможет побороться за звание учителя года России. Артем Устинов, Григорий Плешаков. События. 8 марта глава региона не ограничился поздравлением женщин региона в Твиттере, а взяв большой букет цветов, отправился на Самарский Арбат. Все, кто оказался вечером на улице Ленинградской, получили от Дмитрия Азарова цветы и добрые пожелания. По признанию женщин, такое поздравление оказалось очень неожиданным и приятным. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько зим, сколько лет. Да, а вот, ну, знаем, где встретиться. Приеду. Спасибо. А вас праздник. Иду вас поздравить. Мне приятно. Спасибо большое. Улыбок, настроение, короче. Ну и весны, наконец-то. Спасибо. Роль женщины в истории стала главной темой мультимедийной выставки «Россия. Моя история». Акценты решили поменять на время весенних праздников. Теории не ограничились. Экскурсоводы на один день превратились в моделей самарской художницы, которая представила свою новую коллекцию платков. Как прошло дефиле, расскажет Даниил Лучко. Алена Самарцева уже более 20 лет занимается росписью платков. Работает только с шелковыми тканями. В весенней коллекции почти 50 шарфиков. Часть из них Алена ради эксперимента нарисовала левой рукой. Говорит, постоянно использует нестандартные методы. Это делает вещи более живыми. Цвета и орнаменты художница подбирает сама. Знаете, я не привыкла ограничиваться какими-то гаммами, вот как говорят, вот в этом сезоне. У нас там, например, серый, коричневый и зеленоватый, или там мятный и так далее. Нет, я знаю сама по себе, что вдруг ты иногда утром просыпаешься, и хочется одеть что-то, например, лимонное. Может быть, тебе не очень идет. Или там, например, ни с того ни с сего, вот красным. Сегодня красное, и у тебя нет ничего красного, и начинается паника. Красное должно быть. А тут шарфик, понимаете? В роли моделей выступили экскурсоводы мультимедийного парка «Россия. Моя история». Накинув на себя палантины, девушки прошлись по подиуму. Детские коллективы исполнили творческие номера, посвященные мамам и бабушкам. Экскурсоводы выставки рассказали зрителям об истории праздника 8 марта и о том, какую роль всегда играли женщины для развития страны. К примеру, владелица знаменитого особняка самарчанка Александра Курлина занималась благотворительностью и помогала бедным. А империатрица Екатерина II открыла первое учебное заведение для женщин. Роль женщины на самом деле очень важна в развитии государства, потому что женщина, в отличие от мужчины, развивала внутреннее устройство государства, то есть такие сферы, как культура, здравоохранение, образование. В завершении праздника все гости могли примерить национальные костюмы и головные уборы. Даниил Лычко, Григорий Плешаков. События. Вечером концерт, днем встречи со зрителями. Заслуженный артист России Стас Михайлов приехал в Самару. Первым делом пообщался с гражданскими активистами. Союз женщин в Самарской области волнует много вопросов. В первую очередь семья и воспитание детей. По мнению Михайлова, не бывает плохих детей в хороших семьях, все зависит от родителей. С проблемами многодетных семей певец знаком не понаслышке. У него у самого шесть детей. Для них он старается быть любящим, но строгим отцом, а для своих родителей – хорошим сыном. Я это четко впитал, что незыблемое воспитание родителей, что родители – это табу для меня. Нет варианта, что сказать, даже если бы какой бы ты великий не был. Но я так воспитываю. Обсуждался также вопрос налогов для среднего бизнеса, особенно для женщин-предпринимателей. Не у всех есть возможность уделять одинаковое внимание работе семье. Упрощение налогообложения помогло бы женщинам в этой ситуации. Семья и работа вполне совместимы, по мнению Михайлова, и не должны друг другу мешать. Приглашение активистов он посоветовал конкретизировать. При случае он расскажет о них президенту, на прощание певец раздал желающим автографы. Сделал совместное фото и поспешил готовиться к вечернему концерту. Мороз футболу не помеха. В матче 27-го тура первенства России по футболу крылья Советов принимали Тюмей. Самарцам победа была необходима, потому что прямой конкурент клуб из Оренбурга в своем матче проиграл. Удалось ли крыльям догнать соперников таблицы, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите Самарские новости спорта. Отказ московского спартака от игры с крыльями за Кубок России эхом отозвался в первой игре года на стадионе «Металлург». Газон после того вечера замерз и был не самого лучшего качества для проведения матча. Волжанам и футболистам из Тюмени пришлось долго привыкать к особенностям поля. Пока крылья пытались пройти оборонительные редуты гостей, игроки Тюмени сделали ставку на контратаки, отчего в первом тайме у них было больше возможностей открыть счет в матче. Команда обороняется 5-4-1 и имеет в своей команде быстрых, хороших футболистов, то игра на контратаке – это самое простое, что есть в футболе. Самое простое, когда ты бежишь в атаку быстро, когда у тебя есть зоны. Самое сложное – вскрыть команду, когда она стоит всей командой сзади. Но во втором тайме самарцы смогли, наконец, взломать оборону соперника. На 49-й минуте Азер Алеев откликнулся на прострел партнера с фланга и не без везения открыл счет в матче. После гола Тюмень стала сильнее давить на самарскую оборону, оголяя свои тылы. И теперь уже крылья стали ловить соперника на контратаках. В одном из эпизодов Савелий Козлов только ценой желтой карточки смог остановить Сергея Корнеленко. Для защитника Тюмени она стала второй в матче и превратилась в красную. К своим парням вообще нет никаких претензий. Сыграли очень дисциплинированно, надежно сыграли. И, по сути, до того момента, пока не удален был у нас игрок, практически ничего не дали создать сопернику. После удаления крылья спокойно контролировали ход матча, не давая гостям шанса сравнять счет. А на 86-й минуте с помощью рикошета после удара Алана Чочиева и вовсе его удвоили. 2-0. Уверенная домашняя победа самарского клуба. Игралось очень приятно. Нас поддерживали хорошо болельщики. Поле тяжеловатое было, но хорошо, что добились победы. Забили два мяча, я считаю, поделался. Благодаря своей победе и осечке клуба из Оренбурга в матче с лучом энергии самарцы сравнялись с конкурентом по очкам в турнирной таблице. Коллективы имеют в своем активе по 57 баллов и делят второе место. Впереди с небольшим отрывом по-прежнему Енисей из Красноярска. Следующий матч крылья советов проведут уже в Новосибирске против местной Сибири. 17 марта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 16 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok